Можно раз? И не просто. Давайте, вы так каждый раз не хотите. Сегодня проехать привычным маршрутом до магазина помогают люди в погонах. Инвалиды-колясочники показывают сотрудникам прокуратуры, как им непросто живется, не имея возможности встать. Все, я все. Без посторонней помощи, к сожалению, здесь уже не проехать. Даже на коляске с электроприводом здесь не проехать, что уж говорить об обычной. Или, например, слабовидящем человеке. Каждый выход тут может закончиться травмой. Такую прогулку комфортной не назовешь. Это на самом деле. А если что-то еще лежит в рюкзаке, как мы по магазинам ходим, это еще опаснее. Тут уже прям назад перевешивается. Ты, получается, в половину складываешься. Это настолько со стороны неприглядно выглядит. Когда ты вроде бы до коляски, да если что, в таком горбленном состоянии забираешься на этот пандус. Константин и Павел сюда переехали намеренно еще много лет назад. Спальный район в Солнечном уже строился со спусками и подъемами, с пандусами на подъездах. А теперь, благодаря своей активной общественной позиции, добиваются от строителей и дорожников доработки важных для них моментов. Например, благодаря им занизили бордюры на этой дороге. В основном нюансы касаются тротуаров. Это высокие бордюры, либо само качество тротуаров. Вот, как, допустим, сейчас мы проходили по тротуару по улице Тархова. Ну, он уже старый. Его, наверное, сделали еще, как только основывался район. И он уже весь разбит. И он создает неудобства не только нам на коляске, и обычным же пешеходам тоже. У нас уже данная проверка идет не первый день. Мы до этого посещали другой участок на бульваре имени Рахова. И там посмотрели, какие были приняты меры. Было внесено представление в адрес подрядчика, который проводил работу. С администрацией и заказчиком работы мы проговорили сроки по устранению тех недостатков, которые есть. Я думаю, что за ближайший месяц, к сентябрю, все эти нарушения будут уже устранены. И к первому сентября они уже будут проезжать там, не задумываясь о тех проблемах, которые у них существовали раньше. Еще одним участником рейда стал Антон и его мама Светлана. Он недееспособен, и ему коляска с электроприводом не положена. Поэтому мама всегда рядом. Она впервые гуляла с сыном, не теряя сил. Прокуроры взяли сегодня эту ношу на себя. Идти рядышком очень было легко. А обычно? Обычно очень тяжело. Много препятствий, много неудобств. Есть места, где вообще лучше обойти. Через такую доступную среду лучше не ходить. Также инвалиды жаловались на невозможность добраться до магазина одежды и до развилки на кольце в Солнечном. Впрочем, по сравнению со старым Саратовом, это один из лучших районов с доступной средой. И многие колясочники переезжают сюда целенаправленно. Спасибо за помощь. Роман Базан, Екатерина Сулейманова, Роман Шельдяев, Саратов, 24.